Можно ли проводить сеансы гипноза онлайн и не страдает ли от этого качества? Хочу прокомментировать этот вопрос, который был у нас в комментариях. Друзья, сейчас, особенно после пандемии очень многие люди разных профессий перешли онлайн и поняли, что действительно то, что они раньше по инерции привыкли делать только на физике, сейчас прекрасно получается онлайн. На самом деле я сейчас сто процентов сеансов делаю онлайн и все мои коллеги, которых я тоже знаю, которые уже тоже много очень практикуют, они тоже все перешли онлайн. Почему? Потому что в онлайн действительно очень много плюсов. Первое, что важно в гипнозе? В гипнозе важно человеку создать состояние расслабления, комфорта, безопасности. Естественно, намного легче это сделать, когда человек находится в привычной ему обстановке, он чувствует безопасность к умолчанию, он действительно перед этим не несется на другой конец города или еще бывает, что авиабилеты покупает в гостиницу, чтобы к специалисту какому-то попасть. Он находится в удобной остановке. Во-вторых, что он делает? Он одевает наушники, то есть ему вот эти суммы не мешают, он может полностью, вот голос гипнолога, он проходит в аудиальный канал, то есть он полностью действительно очень качественно погружается, он может принять удобное положение, потому что зачастую в кабинетах это были кресла, да, там или какие-то кушетки не сильно удобные. Здесь у него большая, как правило, кровать, он расслабился, голос гипнолога проходит прямо вот в уши, поэтому здесь онлайн, безусловно, только плюсы. Во-вторых, да, здесь можно спокойно двигать время сеанса, можно поставить сеанс легко в скайпе на запись, да, он потом может переслушать, повторно слушать различные сеансы. И действительно сейчас, вот я действительно очень рад, что пандемия, так сказать, помогла даже в чем-то тому, что все люди поняли, что онлайн это даже зачастую удобнее, лучше и качественнее. Какой вопрос зачастую возникает? А что, если связь прервется? Друзья, в этом нету никаких проблем. Что такое трансосостояние? Это, по сути, когда человек такой уходит в полусон, да, это не сон, но он иногда, кстати, даже проваливается в сон, потом всплывает, бывает такое, что человек между сном и явью, там иногда начинает храпеть на сеансе, ты его вводишь опять в это состояние, он причем активно-активно говорил, вдруг захрапел. Бывали такие случаи. Вот, но это действительно трансосостояние между сном и явью, вот там вот он колеблется. И что важно в этом состоянии? Что даже если связь прервалась, какие два выхода из этой ситуации? Первое, что человек просто уснет, да, и проснется, выспится, и все ему отлично будет. Второе, да, если связь прервалась, ничего страшного, он вышел из трансосостояния, то есть его частота головного мозга из там теты или альфа состояния вернулась обратно в бета. Дальше, если связь остановилась, ну ничего страшного, догрузили из посттрансосостояния в трансосостояние, легко очень человека погрузить вообще элементарно, да, то есть он, по сути, может в течение сеанса несколько раз выходить, входить, выходить, входить, да, то есть это очень, это и без проблем. Второй вариант, также гипнолог, как правило, инструктирует человека, что нужно делать, если связь обрывается, да, то есть первое, это продолжать какое-то время, если связь восстановится автоматически, да, такое бывает. А второе, если видно, что уже связь не восстанавливается, тогда есть, ну, определенная простая методика, как выйти из трансосостояния. Голова не будет болеть, все хорошо, да, то есть это действительно, ну, такие техники самогипноза, выход из трансосостояния примерно занимает 30 секунд, да. На самом деле можно даже и без нее делать, то есть просто плавно посчитали от единицы до девяти и сделали глубокий вдох-выдох и открыли глаза, да, то есть спокойненько, все хорошо, стали потом договорились о следующем сеансе, да, о продолжении и продолжили сеанс. Вот, поэтому здесь это совершенно ничего такого мифического, экстраординарного в этом процессе нет. Это естественный процесс погружения, который происходит в сеансе гимнастическом. Вот, поэтому, друзья, онлайн-профессии сейчас это, конечно, мечта каждого, да, возможность. Это же мечта, да, просто заниматься любимым делом, действительно помогать людям, получать такие восторженные отзывы и получать достойную оплату, потому что сейчас гипнолог – это элитная профессия, очень мало специалистов, да, особенно если мы говорим про такие новые направления, как энергоинформационный гипноз через слипера, то, где специалистов вообще раз-два и обчелся, да, это действительно очень высокооплачиваемая и востребованная профессия. И с любой точки мира вы заходите, работаете, можно как подработку сделать, да, то есть это для тех, кто, может быть, в декрете находится или на пенсии, или просто с основной работой сочетает, да, это отличный дополнительный источник доходов. Чем больше у вас источников дохода, тем крепче ваше финансовое положение. Вот, поэтому это возможность выбрать дело по душе, действительно нести пользу людям и быть счастливым, счастливчиком, да, кто действительно имеет онлайн-профессию и не зависит, по сути, ни от каких обстоятельств, может из любой точки мира практиковать. Поэтому онлайн, да, сейчас я все 100% сеансов делаю онлайн. Обучение у нас тоже онлайн, гипнозу и слиперство. Ну, обучение, так это вообще обязательно только онлайн. Почему? Потому что физические обучения там за 5-6 дней, как правило, да, потому что, ну, если на там месяц или два делать, это очень дорого получается, там, одна гостиница и билеты, да, сколько будет стоить, да, и время там кураторов, инструкторов, аренда площадки, это космические цены. Обычно там на 5-7 дней обучение максимум. Ну, невозможно за 5-7 дней нормально обучиться, да, то есть вы представьте, да, 20 человек вместе с вами пытаются там погрузиться в транс, но у них там в 10% только что-то получится. Вот поэтому онлайн позволяет преодолеть эти преграды под присмотром кураторов, делать все сеансы под запись, то есть инструктор прослушивает ваш сеанс, дает вам обратную связь, вы понимаете, да, где что можно улучшить. Вы, мы вот, например, стыкуем в удобное время наших пары, да, которые погружаются у нас, да, то есть из разных часовых поясов. Даже если у вас там 10 часов вечера, да, и вы думаете, ну, с кем я буду практиковать? У нас там ученики из 57 стран мира, мы там подбираем вам из такого пояса, да, часового, который с вами состыковался. Вот поэтому действительно онлайн – это большое преимущество в нашей профессии, профессии гипнолога, профессии слипера. И, безусловно, онлайн уже прям доказал свою эффективность, да, и пошел как стандартный инструмент в арсенале гипнолога и слипера. И, безусловно, онлайн уже прям доказал свою эффективность в арсенале гипнолога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!